Слово Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья! Снова сегодня ожидает нас древняя книга «Пролог». Снова возьмем мы из нее какой-нибудь самоцвет. Написано на нем прекрасное слово «мир». В самом деле, как хорошо вообще ни с кем не ссориться. Тогда и на сердце всегда будет легко, и земля предстанет перед нами совсем иной, преображенной, почти райской. Ну, а если размолвка все-таки состоялась, что тогда? Тогда поспешим помириться с тем человеком, который нас обидел. Мириться нельзя только с врагами веры и отечества. А все прочие раздоры лучше улаживать как можно скорее. И вот какую поучительную историю предлагает нам церковь. Жили почти тысячу лет назад в Константинополе два клирика, то есть служителя алтаря Господня, священник и диакон. Много лет совершали они божественную литургию в храме Святой Софии. Да с таким усердием, что все прихожане просто дивились им. Служат они, как во времена древние, апостольские, нередко говорили люди. И даже по окончании литургии не хочется уходить из храма. Но кто из нас без греха? В один злосчастный и сумрачный день между этими двумя служителями произошла ссора. Трудно сказать, кто из них был зачинщиком. Да и так ли это важно? Ведь перед совершением Святой Литургии они должны были уже не раз помириться. Может быть и говорили они друг другу какие-то приятные слова, но все это было неискренне. Друг у друга прощения они не попросили. Вскоре в таких неспокойных чувствах священник умер. Тогда Диакона вдруг стала угрызать совесть. Что же я с ним не помирился? Упрекал он себя. Ведь кто знает, какой теперь предстала его душа на суд Божий. А каким предстану я? Угнетаемый тяжкими мыслями, Диакон отправился в безлюдные места Малой Азии, где жило много опытных старцев. Найдя одного из них, всеми почитаемого, Диакон упал к его ногам и со слезами излил перед ним свою душу. «Грех твой велик», – ответил ему пустынник. «Но не отчаивайся. Возвратись в Царьград и в первую же ночь подойди к главным вратам храма Святой Софии. Там ты увидишь, как в собор входит скромный и неприметный человек. Отдай ему письмо, которое я сейчас напишу». Диакон так и поступил. Скромным и с виду неприметным человеком был блаженный Никита, тайный праведник, скрывавший от людей свои подвиги. Днем он был секретарем у одного из епископов, а в полночь всегда приходил на молитву в храм. Так угодил он Богу, что двери храма сами собою ему отворялись. Прочитав письмо пустынника, он тихо прослезился и покачал головой. «Как я могу решиться на такое дело?» Недоумевал он вслух. «Это выше моих сил». «Но, надеясь на молитвы старца, пославшего тебя ко мне, постараюсь с Божьей помощью тебе помочь». Преклонив колени пред вратами собора, блаженный Никита сотворил молитву и воззвал. «Господи, отвори нам врата Твоей милости». И двери собора святой Софии сами собой отворились. «Подожди здесь, на паперте», – попросил он диакона, а сам вошел внутрь. Спустя некоторое время он вышел из храма и ободрил диакона. «Дело начато. Но нам с тобой предстоит путь». С этими словами блаженный Никита направился на торговую площадь, где стоял храм в честь Пресвятой Богородицы. И там тоже сотворил молитву. Диакон едва поспевал за ним. Затем пошли они к знаменитой Влахернской церкви. Уже потом диакон сообразил, что это шествие по храмам было столь стремительным, как будто перелетали они по воздуху. И всюду двери церквей сами открывались и закрывались. Во Влахернской церкви, когда святой Никита окончил молитву, перед диаконом предстали хоры священников. Все они воспевали сладкозвучные песни. «Войди без страха внутрь церкви», – сказал диакон, блаженный Никита, – «и посмотри, нет ли среди священников твоего бывшего сослужителя, и подведи его ко мне». Диакон подошел к хорам и действительно увидел почившего священника. Взял он его за руку, подвел к святому Никите, а тот повелел им немедленно помириться. «Священник и диакон поклонились друг другу, с любовью обнялись и примирились. Священник ушел обратно, и двери сами собой затворились». Так окончилось это изумительное сказание. «Хорошо, если среди народа живут праведники, подобные блаженному Никите, но и каждый из нас может постараться сохранить мир душевный. Как? Вообще не ссориться. Или научиться быстро говорить «прости» и самому простить обиду от всего сердца». Постараемся так и поступать. Храни вас Господь, друзья мои.